Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать платье А-силуэта из плотного атласа. И как раз разберем, как делать не классические жесткие тени, которые мы прорисовываем объектами и линиями, а как можно их размыть мягко, чтобы была имитация атласа, либо шелка, чтобы была переливчатость ткани. Здесь уже будет работа не только на тенях, но еще и на бликах. Для начала мы с вами нарисуем основу, после этого уже поработаем с этим аспектом. Здесь у нас все войдет. Жесткие тени, мягкие тени, переливы, блики, все-все-все будет. Заодно я вам покажу, как это делается. Начинаем с нашего шаблончика. Шаблончики можно скачать у нас на сайте. Перейдите по ссылочке под этим видео, и там можно скачать такой шаблон. Есть также другие шаблоны. Можете выбрать тот, который для вас более актуальный. У меня будет платье без рукавов, поэтому я с шаблона сейчас уберу ручки, чтобы они мне не мешались. Теперь блокирую слой, на котором есть шаблон, и создаю новый. Выбираю инструмент пером. А поскольку я работала с шаблоном, у меня переснялись его настройки, поэтому сейчас я уберу пунктир и цвет черный. Все, вот у меня перышко будет рисовать черной линией. Вот, смотрите, вот такая вот черная линия будет происходить. Соответственно, будем перышком рисовать. Вообще, перо это основной инструмент рисования в Adobe Illustrator, и его нужно очень хорошо освоить. А если вы по какой-то причине работаете в Coral Draw, то там это будет линия безе называться. Два инструмента крайне схожие по своей сути. Итак, платье А силуэта будет у меня чуть-чуть ниже колена. Сейчас я начну с верхней части, она самая простая. Соответственно, круглая горловинка. Плечко, смотрите, круглую горловинку я не нарисовала. Я ее нарисую чуть-чуть попозже, когда сейчас буду править линию. Это нормально. Вот, у меня мой А силуэт до сих пор. Пряменько вот так оно себя будет вести. Теперь центральная линия. Вот она и здесь. По классике я рисую сначала половинку, потом буду ее раззеркаливать. А вот нижнюю часть я буду рисовать не совсем симметрично, для того, чтобы платье было более живым. Вот, смотрите, теперь сейчас здесь мы нарисуем горловинку. Возможно, эту точку чуть-чуть надо еще подопустить. Это все корректируется. За что люблю Adobe Illustrator, то есть когда вы что-то нарисовали, вы можете потом это откорректировать и получить то, что вам нужно. Так, выточка груди будет. Без нее нам будет сложно. И теперь беру инструмент, зеркальное отражение, оно может прятаться за инструментом, поворот. Он, ну, так вот, иллюстратор скрывает, можно все вытащить, можно оставить. Вот так, раззеркалили, и окно, инструмент, обработка, контуров. Достали. Выбрали две половинки и сливаем их между собой. У нас получилось абсолютно симметричное с вами платье. Теперь сейчас я посмотрю. Мне кажется, можно даже вот эту линию, наверное, чуть наверх поднять. Выбираю инструментом Direct Selection, либо белая стрелочка, как ее любят называть мои студенты. Поднимаю чуть-чуть наверх. Ну вот, сколько я не говорю, там Selection, Direct Selection, выделение, прямое выделение. Всегда, когда задают вопрос, ну вот я выбрала инструментом белая стрелочка, так что тоже годно. Главное, чтобы вы правильно работали, а назовете вы его белой стрелочкой или красной стрелочкой. Главное, чтобы вы понимали, о чем речь. Так, теперь у нас должен быть вот здесь такая пришивная штука большая. Я даже еще сейчас его немножко укорочу. Я понимаю, что по пропорциям оно должно быть еще покороче, но при этом такое свободное. А силуэт, вспоминаем, то есть по груди я его посадила, но здесь у нас лежит комфортно. Не по пройме, здесь тоже все хорошо. Сделали выточки, и дальше оно будет у нас свободно не спадать. Так, поехали. Рисуем с вами. Если вдруг с первой попытки что-то не получается, мы не расстраиваемся, мы понимаем, что мы можем откорректировать, что-то поправить, что-то видоизменить. И это нормально. Не старайтесь, прям сразу-сразу, все с первой попытки абсолютно идеально у вас никогда не получится. И это естественно. Так. Вот так мы это сделали. А сейчас я посмотрю, да, пока немножечко коряло, не переживайте, будем сейчас править. И заднюю часть она будет у нас просвечивать, и она будет чуть-чуть длиннее. Вот, и тоже я ее, вот так мы ее пришили. Только она пойдет у нас назад. Сейчас буду править линии, чтобы они там покрасивее были. Монтаж. На задний план. Это все сейчас мы проработаем. Для этого здесь вот увеличиваю и смотрю по линиям. Вот здесь у меня получились разнообразные уголки, которые я делала. Сейчас вот с ними мы и поработаем, чтобы они помягче получились, где-то пожестче, в зависимости от того, какой эффект нам максимально нужен. Когда вы рисуете, ну, первый раз, да, как правило, достаточно сложно. И я рекомендую порисовать по фото. Посмотреть просто, как это все рисуется, тогда у вас будет больше понимания и будет намного проще. Так, сейчас вот эту точку оставим. Вот эту вот сюда. Вот так. И здесь тоже линию немножечко более... Берем небрежность. Вот так вот. Так, здесь что у нас так торчит? Не должно оно так торчать. И еще вот так скругление дадим. Хорошо. Теперь вот здесь у нас будет с вами оно немножечко присборено. Как это показать? Вот мы уже рисовали в предыдущих видео жесткие складочки. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите в данном плейлисте 100 эскизов, и там все найдете. Я сейчас приближу. Особенно я детально разбирала такого рода складочки на рисунке шорт. Там можно посмотреть. Мы сейчас именно вот по нижней части. То есть верхняя часть у нас прямая, а нижняя она будет немножечко присборена. Соответственно, я сейчас нарисую объект. Такой сложный, который будет отражать у нас тень. И он будет жесткий. Помните, я вам говорила в самом начале видео о том, что есть жесткие и мягкие тени. Вот в данном случае это будет жесткая тень, которая будет показывать, что здесь прям вот такие складочки. Она не будет формировать внешний вид у нас. Ну, именно ткани атласные. Так. Сюда и закончили. Теперь что мы делаем? Переводим в тень. И делаем непрозрачность. Все-таки тень тенью, но непрозрачность тоже не надо забывать. Делаем здесь небольшие линии. Линии очень удобно делать инструментом дуга. Только она должна соответствовать, соответственно, какую сторону она идет. Так, сейчас мы тут дуги наставим. Так, у меня их не видно. Почему? Потому что нету цвета контура. Черненьким. Пока достаточно жесткие, как видите. Это ничего страшного. Тоже мы сейчас все это подкорректируем. Нам главное их нарисовать. Но, опять же, как в любых эскизах, надо немножечко запастись терпением. В силу того, что просто это все прорисовать. Можно рисовать перышком. Вот я люблю дугой, когда они такие немножко изогнутые. Можете прямыми линиями рисовать. Можно перышками. В зависимости от того, как вам больше нравится. Рисуем дуги. И хорошо, когда они такие немножко разноперые. Так, теперь сейчас мы все выберем. Снимем выделение с ненужного. И, как видите, они такие толстенькие. Так быть не должно. Как правило, такие линии либо 0,5, либо 0,25. И вот здесь очень здорово добавить. Вот, то есть они такие тоненькие. Вот они там складочки у нас получились. Теперь рисуем большие жесткие складки, которые у нас с вами формируются. Соответственно, большая складка будет вот здесь. Теневая. Вот здесь будет складка. Вот здесь будет кусочек тени. И еще раз говорю, мы сейчас рисуем жестко. Потом они, соответственно, прозрачности добавим. Все будет как бы более мягко, более соответствующее. Так. Вот это я вошла в линию. Вошла в линию, которая нарисована. И она у меня пересняла свойства. Поэтому так она себя повела. Так, не попала. Когда в точку попадаешь, то объект замыкается. Так вот здесь. И вот здесь. Хорошо. Теперь мы можем немножечко вот здесь тенюшечку дать по краю. И все вот эти жесткие складочки, которые мы с вами сделаем, переснять можно свойства объекта. Добавим немножечко линий. Рисовать лучше буду перышком. Перышком у меня лучше получится. Соответственно, вот по основе вот здесь будет линия. По верху складки. Так. Есть линия, есть пятно. Пятно это у нас с вами объекты, а линии это у нас, соответственно, складочки. Вот мы ими отображаем. Что у нас будет происходить. Так, вот здесь. Тоже сначала рисуем жесткими, такими не очень красивыми, как я их называю иногда топорными линиями. Потом просто эти линии делаем, во-первых, тоньше, потому что основной контур по классике единичка, толщина. А вот эти линии уже можно варьировать в зависимости от того, насколько вы яркими их хотите. Там они могут быть 0,5, 0,25, 0,75, если они жесткие складки. То есть, ну, как бы вот они у вас появляются. И здесь вот тоже по спиночке нужно показать, что там есть тенюшки. Тоже сейчас мы здесь нарисуем. Остальная работа будет уже на уровне цвета, когда будем создавать фактуру. Там она будет идти на уровне цвета. А задний план лучше не сильно прорабатывать, тогда он, чем более он общий, тем меньше он будет лезть вперед. Поэтому имейте это в виду. Можно проработать, конечно, дополнительно. Сейчас я залью белым цветом, чтобы сразу было понятно, что и где. Вот пропала, кстати, выточка. Вон она там осталась. Никуда она не пропала. Многие пугаются этого. Ничего там никуда в иллюстраторе просто так не пропадает. Нет такого свойства у иллюстратора. Оно все где-то здесь. Вопрос, что вы сделали, куда оно могло убежать. Так. Давайте еще пару линий добавлю. И вот здесь еще общую тенюшку дам. И будем делать уже более красоту. Еще, мне кажется, его надо еще короче делать. Не очень под длине, но получилось. И вот сейчас мы с вами все откорректируем. Что люблю иллюстратор. Сейчас сможем поправить объем. Если я понимаю, что он мне не очень нравится, то, соответственно, я смогу это сделать. Выбираю инструментом Direct Selection и начинаю стрелочками на клавиатуре тянуть наверх. Вот так. И я понимаю, что я бы хотела его сделать пошире. Раз, два, три, четыре. Стрелочками на клавиатуре. Раз, два, три, четыре. Вот оно у нас немножко по пропорциям. Так, немножко вниз. Я его по пропорциям регулирую так, как мне хотелось бы. Так, как, на мой взгляд, оно бы лучше смотрелось. Так, и вот эту точку тоже немножко сейчас наверх подниму. Вот. Она стала такой более мягкой. То есть это платье, оно рассчитано. Теперь смотрите. Вот эти складки мы сейчас сделаем мягкими. Как это делается? Эффект размытия. Размытие по гауссу. Здесь настраиваете радио, говорите окей. Смотрите, складки стали мягкими. Это иногда очень интересно смотрится. Эффект размытия. Размытие по гауссу. Умное не делайте. Умное делает немножко другой принцип. Оно там цвета между собой здорово подбирает. Вот. Вот такое базовое платье. Возможно, в данном случае, то что я вижу, поскольку на белом достаточно ярко получается, добавить непрозрачности, чтобы так тени ярко не светились. Тогда будет комфортнее. И вот на основе такого принципа мы сейчас с вами будем создавать эффект атласа. Черно-белую я оставляю. Копирую наш с вами эскиз. И на его основе мы сейчас сделаем цветной. Например, я хочу сделать изумрудный, а потом мы его перекрасим в какие-нибудь другие цвета при помощи очень удобного инструмента для перекрашивания. Смотрите, нам сейчас придется еще несколько объектов дорисовать. Так, выбираю, чтобы оно у нас было на весь экран. Берем наше платьице. И я подбираю под него тот изумрудный цвет, который мне нравится. Такой синий-зеленый глубокий красивый цвет. Или его еще сосновым иногда называют. Ну, в общем, по-разному этот цвет номинует. Но смысл не в этом. Смысл в том, что он нам нужен. Заднюю часть я немножечко затемню. Относительно передней. Вот смотрите, в цвете оно уже намного приятнее смотрится. И вот эти тени, которые мы с вами делали, они вот прям вот так более гармонично. На белом цвете все-таки жестковато техника смотрится. Так, немножко сейчас мы углубим тут тени. Здесь тоже можно тени углубить. Что я имею в виду углубить? Они у нас нарисованы черным цветом с непрозрачностью. Непрозрачность у меня 20. А если сейчас я подвину, например, на 26, то они станут более явными и визуально более глубокими. Соответственно, сейчас будем добавлять еще тенюшки на самом платье, которые будут отражать игру светотени на ткани. Рисую просто объекты. По форме теневых пятен, которые будут располагаться на данном изделии. То есть это уже мы работаем непосредственно с тканью. Не просто с формой, а именно ткань, как она будет поблескивать, как она будет смотреться. Могут быть не самые красивые формы, но для нас это совсем не принципиально, в силу того, что в дальнейшем будет применено размытие, и это размытие данные формы смягчит. Потом вот сюда я тоже добавлю еще сейчас. Пока смотрится вот такими жесткими пятнами. Не переживайте, это все сейчас поправится. То есть базово мы нарисовали одно, а сейчас дорабатываем и доделываем еще дополнительные тени, дополнительные объекты туда вставляем. Но это уже именно на цветном эскизе, на черно-белом техническом таком не имеет это смысла. Давайте мы посмотрим, что у нас получается. Если будет нужно, мы добавим. Так, вот это все черные тени. А теперь мы делаем эффект размытия. Размытие по гауссу. Вот они у нас размылись. Смотрите, видите, степень размытия разная. Единственный минус, она выползает за контур. То есть ее нельзя прям контур делать. Вот они у нас размылись. И теперь мы их выберем. Вот здесь вот немножечко проседает она, да? Выберем всю эту красоту. Напоминаю, что в данном случае у нас это были объекты с непрозрачностью 100%. Соответственно, мы можем облегчить степень того, как они смотрятся, путем того, что мы непрозрачность у них уберем. Вот, смотрите. То есть у нас получилась такая теневая игра. Но теневая игра невозможна без бликов. Соответственно, это всегда игра света тени. И сейчас мы рисуем еще одну группу объектов, которые будут отражать блики. Блики, если тень это темный цвет, то блики это будет уже светлый цвет. Сейчас мы это будем с вами отображать. Как правило, блик и тень, они рядышком. В зависимости от того, какая у нас ткань, они будут у нас здесь. Честно вам скажу, рисую не по памяти. У меня на бумажке передо мной лежит эскизик с подсказками, где, как это должно быть. Потому что я когда сидела, думала, смотрела там на фотографии, это себе в голове сделала. Просто так по памяти, но только очень натренированные люди это все сделают. Поэтому, нет, я не царь бога Майкл Джексон. Я все-таки тоже подсматривала. Изначально смотрела на фотографию. По фотографии смотрела, где у платья будет какой блеск. Я не копировала. Я просто вот думаю, вот если у меня вот так будет нарисовано, то здесь оно будет вот так вот. А здесь вот так вот. Поэтому мне сейчас попроще. Я приблизительно представляю, где какие объекты должны получиться относительно того, какие у меня получились складки. И на них расставляю, соответственно. Плюс, конечно, нужно сначала еще посмотреть много-много-много фото. Того, что вы будете рисовать, чтобы ткань понять, как будет себя вести. Вот, выбираю все эти черненькие наши объекты. И теперь, поскольку это будет блик, мы можем его делать белым, мы можем его делать светло-зеленым. Сейчас мы посмотрим, будет ли он смотреться белым. Если да. Вот так вот мы его размыли. Тогда оставим белый. Если нет, то тогда на зеленый. Поскольку здесь достаточно высокая прозрачность, то вот, смотрите, у нас получился эффект того, что ткань как будто бы вот так вот переливается. Если какое-то одно пятнышко вам кажется слишком ярким или слишком блеклым, вы не обязательно должны группу редактировать. Вы можете редактировать по одному пятну, расставлять их, добавлять, доделывать. Это совершенно, абсолютно нормально. То есть, например, вот этот может быть более ярким по тени. Вот мы сейчас его сюда сделаем более ярким. Это нормально. Мне вот это не очень нравится. Единственное, когда вы с Гауссом поработали, потом достаточно сложно уже эти объекты оттуда вычленять. Но все равно хочу его убрать. Мне нравится. Вот такая штучка у нас с вами получается. То есть, есть еще эффект перелива ткани. А как теперь вот с этой красотой со всей работать? Как это все перекрашивать? Есть перекрасить графический объект. И вот в 21 версии оно выглядит вот так. В предыдущих версиях оно выглядит вот так. Соответственно, здесь вы можете выбирать. Я в последнее время начала приспосабливаться вот к этому. Оно мне до этого не нравилось. Здесь оно сразу группой, видите, все перекрашивает. И можно сразу менять. И вот выбираю ее по кругу, вращаю. Вот она гамма и сама подбирает относительно того, как у меня сделано. Даже могу там этот объект поправить, если я понимаю, что мне там нравится, не нравится. Да, там в синий в какой-то увести. А в любой оттенок, который вы хотели бы. Вот еще здесь двигаешь, оно тоже там разбегается. По-теплее, похолоднее, посветлее, потемнее. Вся-вся-вся здесь настройка, она вот есть. Это если вы таким образом будете делать. Если вы будете делать вот таким образом, ну по классике, вот этот инструмент перекрасить графический объект существует очень давно. Но выглядит он вот так в других версиях. Соответственно, что вы делаете? Выбираете цвет, например, это цвет основы, да, и его корректируете. Выбираете, при том, вот он. Здесь уже оттенка, да, в какой оттенок вы хотите его увести, как вы хотели бы, чтобы он смотрелся. За счет того, что тени у нас черные, то нам вообще с вами все равно. Как это будет смотреться, в каком цвете. Да, вот здесь вот еще есть яркость цвета, можно ее подергать. Если вы понимаете, что тени очень яркие, их можно сделать более блеклыми. То есть это все, вот эта вся настройка, она вот тут есть. Можно вообще там пыльный цвет сделать. Такие платья, как правило, красиво смотрятся в каких-то ярких цветах. Ярких таких контрастных. И вот тоже второй красный цвет, который вот там в подоле. Тоже вы можете его настроить. И у нас получилось. Мы покрасили один объект, потратили на это время, одно платье. После этого, за счет того, что у нас тени были нейтральными, мы перенесли. Ну, в принципе, вы можете выбрать тени на данном объекте и задать им, например, темно-бордовый цвет. Это будет немножко по-другому смотреться. Но это уже вот индивидуально по вкусу, как вы предпочитаете. Такое у нас платье получилось. Конечно же, оно здесь смотрится менее выигрышно, чем здесь. Вот эти вот блики, опять же, смотрите, насколько вот... Видите, здесь лучше тени почитаются, здесь хуже, потому что цвет темнее. Вполне возможно, что просто взять, выбрать именно те объекты, на которых есть тени, которые изображают у нас тени, и сделать их более непрозрачностями подвернутыми. Потому что на более темном фоне, естественно, требуется непрозрачность. Или, наоборот, увеличить прозрачность бликов. Тогда оно не будет такое пятнистое. В общем, смотрите, используйте. Техника достаточно интересная. Она может быть применена в разных ситуациях. Вот такое платье А-силуэт у нас получилось. В принципе, можно сделать, как, например, мы сделали атласное. Может быть, из других тканей. Может быть, льняное. Тогда у него уже такого эффекта бликов не будет. Оно будет по-другому смотреться. Но зато вы знаете, как это применять. На этом все. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с радостью на них отвечу. Что бы вы еще хотели нарисовать, пишите мне в комментариях. До скорых встреч. С вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока. И не забывайте подписаться на канал и поставить звоночек, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Каждый вторник мы рисуем эскизы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.